14 тысяч самарских школьников проверяют, насколько хорошо они выучили русский язык за 11 лет. Старшеклассники пишут выпускное сочинение. С прошлого учебного года это обязательный этап итоговой аттестации. Существует всего две оценки, зачет или не зачет. Смотрите подробности в нашем сюжете. Еще полгода до ЕГЭ на выпускники 11 классов уже готовы. Во всех школах в декабре начался сезон экзаменов с литературы. Никита Шарапов хоть и не планирует поступать на филологический, но уверен. Будущим врачам навыки написания сочинения тоже понадобятся. Сочинение помогает расширить круговзор. Чем больше прочитает человек, тем лучше он выражает свои мысли. Мы не расслабляемся, а уже с декабря понимаем, что нужно готовиться к экзаменам. Это сочинение нас готовит лучше. Тема сочинений становится известна выпускникам за 15 минут до начала экзамена. Выпускникам предлагают поразмышлять на темы «Время», «Дом», «Любовь», «Путь» и «Год литературы» на 250 слов в 3 часа 55 минут. Второй год наши ребята пишут сочинения. И для Самарской области это не является нововведением. Никогда из практики работы школ Самарской области сочинения не выходило. Но перед нашими педагогами второй год мы ставим одну очень важную задачу. Задачу, связанную с тем, что наши ребята должны прочитать книги. Результат сочинения является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации. Если школьник получает незачет, то у него есть возможность переписать его в феврале и в мае. А итоги этого предэкзамена будут известны через 10 дней. Татьяна Пудова, Сергей Костин, Новости губерния. Редактор субтитров А.Семкин.